Всем пламенный хелло, приветствую вас на канале Вест Фомоль Вен. Сегодня из ни жаркой, ни солнечной Флориды. Впервые у нас такое есть небольшое даже похолодание, можно сказать, я понимаю, что там хабаровчане написали вообще, что у них там уже минус 27, ну понятно, я понимаю, что как бы у всех температуры разные и так далее. У нас тут в некоторых штатах тоже и снегопады и что угодно. Вот, но даже во Флориде что-то сегодня как-то прохладно. Ну буквально, честно говоря, пару дней, потом снова вечером 20 градусов, а днем до 30 в Цельсиях я сразу называю. Поэтому такая своеобразная штука. Ну что, ребята, я вот сейчас еду и до сих пор, сохраняя некоторую интригу, на заставку не стал ставить, чтобы вы не догадались. Очень необычная у меня была вот раз покупка. Я сейчас уже поехал эту машину отдавать. И, соответственно, сейчас я доеду и засниму вам обзорчик. Вы знаете, друзья мои, хочу сказать, что тенденции последнего времени к электромобилям, к всевозможным супер-пупер, короче говоря, наворотам, автомобильным ноу-хау и так далее, сайбертраки обещанные, Тесла и так далее. В общем, все это прекрасно, прогресс движется и замечательно. Но я обратил внимание, как автомобильный рынок и автопроизводители сегодня все-таки начинают в большей части задумываться, а стоит ли так быстро двигаться. И на сегодняшний день, буквально вчера или позавчера, компания General Motors объявила о выкупе своих акций для того, чтобы поддержать падение и, скажем так, интерес инвесторов в том, что многие автопроизводители ударились, да, в электрички, во всевозможные супер-гибриды, хотя к гибридам, кстати, я лично отношусь очень положительно. Так вот, автопилоты, машины, которые сами будут ездить, ребята, давайте посмотрим вокруг и посмотрим на наше время, нынешнее время и нынешнюю ситуацию в мире. Периодические катаклизмы, всевозможные войны и так далее, все это как-то быстро свернуло интерес потребителей в рынке. Вы знаете, такая тенденция уже была, между прочим, в 40-х годах во время Великой Отечественной войны. И, соответственно, Вторая мировая война, она очень сильно сыграла на рынке автопроизводителей. Да, некоторые прогрессивные компании там сделали модели, но сделали не в пользу каких-то сильных ноу-хау, а в пользу того, что появились, допустим, тот же самый Мустанг, да, который был разработан во времена Великой Отечественной, и вот он вдруг появляется после, да, ну, на момент кризиса экономического, на момент послевоенного времени и так далее. То есть, да, были прорывы, но были прорывы, наверное, не сказать, что это были сильно технические такие прорывы, а скорее, наверное, желание в послевоенное время, отойдя от вот этого всего, желание вот этого какого-то такого уверенного, мирного в сторону спорта движения, наверное, да. Но ноу-хау по-прежнему были сильно невостреблены. Вот мне кажется, что сейчас тенденция, она такая некоторая мировая сохраняется. Поэтому я все больше и больше смотрю, как автопроизводители меняют концептуально свои вот эти разработки. И да, электромобили, да, они заняли свой сегмент, они уверенно набирают обороты, но все-таки все равно ограничение и вот это вот насыщение рынка, оно наступает. Поэтому бирюльки, фантики, лампочки, помогаторы электронные, все это прекрасно, но все хорошо в меру. И мне кажется, что какой-нибудь, ну не знаю, GMC Yukon или какая-нибудь такая вот Toyota Land Cruiser, наверное, это является на сегодняшний день апофеозом соотношения, знаете, грамотного соотношения технологий и все-таки надежности. Поэтому все больше и больше предпочтений я очень часто слышу на рынке, в том числе в США, кстати, когда люди говорят, смотри, последние модели таких-то надо забирать, последние модели таких-то надо забирать. То есть люди настолько, как бы, глядя на вот эти вот последние разработки, понимают, что вот эта старая надежная двойка, какой-нибудь атмосферник, автомат и, скажем так, простота в электронике, она, ну, блин, ну есть такие машины, которые, да, в Toyota, вы знаете, что есть реинкарнация, когда после какого-то промежутка снова выпускают такие машины, да, которые вот уже были, вроде казалось, от них уже ушли и наступило новое время, но тем не менее все равно к ним возвращаются, потому что надежность и если вдруг еще какие-то катаклизмы, то есть давайте так, вот у нас, мы живем во Флориде, у нас ничего здесь практически целый год не происходит, но и бывает сезон ураганов. Поверьте, в этот момент, несмотря на то, что у нас нет ни гор, нет ничего вообще, нет бездорожья практически нигде, и в этот момент все начинают задуматься о полноприводном, об автомобиле, который, ну, реально должен соответствовать надежности, безопасности и проходимости. То есть когда что-то случается, вам хочется чувствовать себя надежно, надежно, безопасно, и вот в этот момент, наверное, как раз таки вы задумываетесь о, да, об автомобиле, который не надо будет заряжать, который не надо будет где-то там обновлять программное обеспечение и так далее, то есть старое, доброе, что-то понятное и очень-очень такое простое, ремонтопригодное в том числе. Ну что, давайте посмотрим, что это за автомобиль. Для меня это такое же, в принципе, открытие, как для многих. Ребята, посмотрите мой список, я сейчас отношусь, я сейчас обращаюсь к тем людям, которые вдруг впервые вот на это видео сейчас попали где-то в YouTube, и, соответственно, они не знают и не понимают, что у меня, в общем-то, очень-очень большой опыт владения, я считаю, достаточно именно не поездок, не тест-драйв, а именно владения различными автомобилями и достаточно технологичными, и BMW, и Mercedes, и так далее. И Tesla у меня была, но я поэтому, мне кажется, у меня очень-очень такой, ну, своеобразный взгляд на некоторые автомобили, потому что я их раньше никогда не касался, и когда я сейчас касаюсь и понимаю, что вообще и как, и мне кажется, блин, а как же я, ну, как бы мимо проходил. Да, я сразу предупрежу, что, как бы, не знаю, я, я, у меня свой выбор, да, у каждого, у каждого свой выбор, но я должен отметить, что какие-то моменты я категорически не замечал, потому что, собственно говоря, просто не обращал на них внимания. Вот обращая внимание вдруг, для меня, кстати, таким же открытием был Bronco Sport, то есть посмотрите мой обзор на Bronco Sport, и я на него посмотрел и говорю, ё-моё, так вот оно, что нужно обыкновенному среднестатистическому человеку, не важно, где он живет, в Америке, в Украине, в России, в Казахстане, неважно, в Кыргызстане, то есть где угодно, в Грузии, в Армении, абсолютно без разницы, и человек, который живет в любой стране, который просто должен доезжать из пункта А в пункт Б, плюс там заезжать, не знаю, на дачу, на рынок, на охоту, куда-то к родственникам за город, вот он должен получить какой-то такой, знаете, очень надежный, очень простой, очень понятный автомобиль, который позволит ему просто вот передвигаться и не думать ни о чем, не думать ни о том, что у него сейчас глюкнет какая-то программа и какой-то электронный помощник даст сбой, не должен думать, что металл настолько ненадежный, что развалится подвеска, не должен думать о том, что обновление, которое вышло и которое теперь может повлиять на якобы улучшение, а он его не может там прошить, проставить или просто нет на это времени, то есть машина без головной боли, и при этом самое главное, чтобы бюджета всегда хватило на обслуживание, даже если это обслуживание уже какое-то такое, ну, автомобили с пробегом, то есть замена колодок, замена там еще чего-то такое, то есть более что-то такое глобальное. Ох, наговорил тут аж на 10 минут, но я думаю многие со мной согласятся, потому что, несмотря на то, что мы все стремимся к совершенству, и совершенствами такими сегодня автопром нас изрядно балует, но жизнь диктует и дает свои условия, и большинство людей, конечно же, исходит из соображений практичности и адекватности. А у меня канал для адекватных людей, вы об этом знаете. Ну что, давайте глянем на этот суперавтомобиль, очень интересный, который я для себя, честно признаться, открыл первый раз. Итак, ребята, барабанная дробь. Малыш Jeep Compass. Да, это неожиданная покупка даже для меня. И пока Chevrolet теряет свои логотипы тут, кто-то у кого-то отвалился. Sorry, вот тут положу. В общем, Jeep, да. Не поверите, 2019 год, так получилось, брал у своих знакомых пожилая пара, живущая на два штата в Цинценате и здесь во Флориде. Они поменяли себе этот автомобиль на новую Honda, у них закончился лист. И, соответственно, я забрал его просто в таком состоянии, в котором, ребята, ну, очень редко бывает вообще автомобили после даже небольших пробегов. Сейчас мы с вами подробно посмотрим, расскажу, покажу. Но, в целом, что хочу отметить, я думаю, что я попрошу очень сильно потерпеть поклонников BMW, Mercedes и так далее, да, премиального сегмента. И посмотреть поток, поскольку я сам тоже езжу на премиальном сегменте, я понимаю, о чем идет речь, но этот автомобиль реально для многих, я думаю, особенно тех, кто не посвящен, станет настоящим открытием практичности, возможности передвигаться. Я здесь обращаюсь, наверное, тем, кто, допустим, приехал в США и никогда не покупал марку Jeep. Ну, я лично таковым являюсь, потому что до момента переезда в США я никогда не ездил на марке Jeep. У меня был Cadillac Escalade, новый купленный в Мейджоре еще. У меня, конечно же, я покойник BMW, я всегда ездил на BMW, при этом много разных марок, но Jeep не его никогда. И реально для таких, как я, понаехавших сюда в США, вот такие машины становятся реально открытием. Значит, ребята, еще одно маленькое объявление, что я хочу, глядя на вот этот вот автомобиль, сказать. Значит, ну, понятно, сейчас я расскажу подробности и свои ощущения. Я думаю, что те люди, которые уже пользователи, которые хорошо эту модель знают, они, конечно, надо мной посмеются, скажут, ха-ха, а мы ведь знали, и будут правы. Но я хочу рассказать и сказать о своем бизнесе, поскольку у меня давно все спрашивали, давно просили. У меня арендная компания по аренде автомобилей. И у меня линейки в основном это SUV, это минивены, это автомобили 6, 7, 8 местные. И очень много запросов приходило на то, чтобы что-то попроще, что-то подешевле, что-то такое более приемлемое и по цене, и по размерам, потому что некоторые приезжают, боятся за парковку, боятся водить большие автомобили. И, собственно говоря, я официально открываю вот этим автомобилем сегмент, автомобилей будет скоро еще больше, сегмент машин, бизнес-класс их назовем, потому что, ну, в эконом это, честно говоря, не очень подходит. Я сейчас имею в виду по качеству. Значит, первое, я не покупаю автомобили, которые, которые там списаны с аукционов и так далее. Я беру автомобиль, как будто бы я выбирал бы его для себя лично, для своей семьи. Поэтому мои автомобили, которые я сдаю в аренду, они всегда не просто в идеальном техническом состоянии, которые внешние, да, но это автомобили, которые, вот, ну, как будто бы я их сам, я на них каждый день езжу, и вот такие автомобили у меня, в принципе, все. Ну, ладно, вернемся к компасу, а я потом отдельно расскажу про новое направление в своем бизнесе. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь в инстаграм. Итак, оставшиеся несколько человек, поклонников BMW, Mercedes и прочего премиума. Остальные я знаю, что сразу, с момента, как только я показал машину, тут же выключили видео, но ничего страшного. Значит, вот тем оставшимся расскажу, что меня так поразило в этом автомобиле. Ну, значит, первое, давайте так, реально, очень-очень вот эти вот последние веяния, ноу-хау, которыми, ну, на самом деле мир, мне так кажется, и, точнее сказать, не мир, а мир, может быть, и нет, а вот потребитель такой текущий, обыкновенный, немножечко наедается. И что же нам нужно? Два и четыре. Классический, ну, пожалуй, самый, наверное, классический и один из самых надежных, ну, в общем-то, зарекомендовавший, давайте так скажу, зарекомендовавшийся как надежный, вполне себе двигатель, атмосферник. И в Америке, кстати, в отличие от Европы, он идет 180 л.с. Я знаю, что в России эта машина продавалась 150 л.с., здесь она 180 л.с. и постоянный полный привод. Да, это полноприводная версия, и, соответственно, Макферсом на горячажке, то есть, все то, что мы, в принципе, знаем, понимаем, любим, понимаем, как обслуживать, знаем, что, сколько, как стоит, и при этом девятиступенчатый автомат, да, аж девятиступенчатый, что делает, в принципе, этого малыша вполне себе приемистого, и самое главное, я сейчас покажу расход. Машина не новая, я покупал с пробегом, и, соответственно, покажу фактический расход автомобиля. У него уже 16 тысяч пробег. Поэтому все с вами посмотрим. Давайте посмотрим теперь на опцион. Ну, давайте внешность и так далее, дизайн мы спорить не будем. Эта машина утилитарная, она сделана, ездит в пункт А в пункт Б, и тут можно много рассказывать о том, как лучше, что там в нем прекрасного, что в нем страшного и так далее. Но, на мой взгляд, машина вполне себе, как бы, выглядит очень даже неплохо. Эта версия Limited, то есть, в принципе, это топовая. Самая топовая это внедорожная, то есть, она чуть-чуточку дороже версия Trailhawk. Эта версия Limited является топовой в линейке. Камера заднего вида, кстати, обязательно есть. Электрокрышка багажника и вот такой вот достаточно большой багажник. Несмотря на то, что машина сама по себе не является огромных габаритов, да, то есть, нет ни такого, но большой, очень большой вместительный багажник. Легко войдет два больших чемодана, сумка, либо два больших чемодана и небольшой чемодан. То есть, в принципе, на семью из, например, четырех человек или точно трех, то есть, здесь будет за глаза место, в том числе для багажа, если вы приехали, допустим, сюда в США и вам нужно или путешествие. Ну, собственно говоря, запаска такая, как бы, ну, докатка, да, наверное, все-таки больше, но, тем не менее, она есть и это очень классно. Даже отверточку положили, никто не спел отверточку, как говорится, молодцы. В общем и целом, большой багажник. Здесь у нас есть розеточка под, допустим, смотрите, пасхалочки всевозможные вы здесь оставили. И опять-таки, обращу внимание на состояние автомобиля. Посмотрите, как сохранили этот автомобиль предыдущие собственники. Мне просто, конечно, очень-очень приятно было прям его забирать. Я прям хотел его забрать, потому что, ну, очень-очень классно. Здесь вот такие тоже пасхалочки, видите, здесь джипик, джипик, джипик. Так, ну что, закрываем. Кстати, удобное закрытие. Даже если вы ребенка попросили закрыть, например, немножечко ожидания ждет. Писк такой, как бы, идет. У меня просто, наверное, вода вам, не знаю, шумит, не шумит в экран. Надеюсь, что не шумит не мешает. То есть писк и, соответственно, дальше начинает багажник закрываться. То есть вполне себе такое, как бы, ну... Так, здесь у нас изи-открытие. И, в принципе, ну... В принципе, открывается вот это вот просто нажатием. Удобно, не надо вращать никакую крышку. Заправляется обыкновенным нашим 87-м бензином. Напоминаю, что в США октановое число другое. Поэтому это примерно, как, наверное, 91-й где-то в Европе. Вот. Далее смотрим. Задняя часть автомобиля. Здесь у нас такая вот... Очень большая, на самом деле. Вот я сейчас не регулировал сидение. Я сейчас возьму и сяду вот туда, ребят. Во мне 100 кг веса. Я, в принципе, метр семьдесят восемь. То есть, ну, как бы, я достаточно крупный. Такой среднестатистический мужчина. И поэтому, в общем и целом, давайте я туда назад сяду. И мы с вами посмотрим. Так. Заодно, кстати, посмотрим. Вот сейчас у меня под меня сиденье-то двинца. Давайте я вот сюда сяду и скажу, что я поехал с кем-то куда-то. Посмотрите, огромное, колоссальное. Вот здесь вот место для всего достаточно высокое. Сейчас покажу. Посмотрите, какая высота здесь еще у меня остается. Это если я еще, вот как бы, ну, учитывая то, что здесь еще, да, сразу, вот, вы уже видите, да, по опциям. Панорамная крыша огромная, нереальная на весь автомобиль панорамная крыша, что делает его еще более объемным. И ощущение, что ты сидишь в каком-то достаточно большом автомобиле. И, в общем, везде мне хватает места. То есть здесь под руку все удобно, все эргономично. То есть я однозначно скажу, что поехав куда-то на дачу или на ход, или куда-то даже, ну, дальше, чем дом-работа, дом-работа, я буду себя чувствовать вполне себе комфортно даже при своих габаритах. Так, карты дверей, ну, тут все, в принципе, достаточно аскетично, нечего здесь искать никакие там великие какие-то тут дизайны, мягкость и так далее. Но фрагментом здесь у нас жесткий пластик, здесь у нас мягенько, здесь у нас ручка такая по-джиповски обыкновенная. Ну и все равно перфорированная кожа, вполне себе все это смотрится достойно, такая грубая классная прострочка в стиле джип. Все этот джип, не изменяя, оставил по-прежнему в том числе и в этой модели. Тут вот такой вот коврик лежит, полностью закрывающий еще и тоннель. Это меня не может тоже не радовать, как нового собственника, посмотрите, ковры просто в состоянии, как будто их только что купили. Да, здесь, кстати, на 110 вольт розетка, 115 написано, кстати, американская розетка, но имейте в виду, кто в Европе преобразователь делается и, в принципе, ее можно делать на 220. USB разъем обыкновенный и, ну, дефлектора хотя бы уже на том спасибо, в общем-то, в целом неплохо. Здесь какой-то маленький, можно там что-то поставить, положить и бутылочка уходит. Кармашки, кстати, есть. Да, смешно, но в некоторых современных моделях почему-то убрали полностью карманы, не знаю почему, это крайне-крайне странно. Ну что, пересаживаемся за руль и посмотрим, что там у нас дальше. И самое главное же, конечно, посмотрим расход. Так, машина по стикеру, это чистый 19-й год. Вот, давайте посмотрим. Да, первый месяц 19-го года. То есть это, соответственно, у нас уже получается, ну, практически, скоро будет пятилетка, да, пока четырехлетка. Что здесь? Здесь у нас, кстати, пластик, в отличие от заднего, это он мягкий, здесь все мягкая, прострочка. В общем, все приятно, под руку, эргономично и, в общем-то, ни одного материала не смущает. Такая вот окантовочка классная, сделана под алюминий, ну, не знаю. Кстати, правду говорю, музыка звучит достаточно неплохо, хотя она абсолютно стоковая, даже не альпин, а просто альпин. Посмотрите, сидение просто в идеальнейшем состоянии, нигде не прожоплено, не продавлено, ничего вообще. Ну, то есть ровно выглядит, смотрите на то, как это. То же самое с рулем, кстати, в отличие от большинства современных моделей, джип, даже в своих таких вот седанах, ну, я не знаю, назвать ли его эконом-класс, ну, давайте назовем практичным автомобилем. Посмотрите, все равно, очень приятная, тактильная кожа с вот этой вот прошивкой, то есть ощущается пальцами, очень удобно под руку руль. Он вот с такими вот тут вот расширителями, да, то есть прям очень удобно держать, и поэтому прямо браво, то есть несмотря на то, что я говорю все-таки о модели, ну, не далеко не топовой, да, в линейке. Ладно, давайте смотрим дальше. Закрываемся здесь и смотрим, что у нас. Дашборд, панель приборов. В центре она у нас полностью цифровая, с кучей всевозможных опций. Слева и справа классические аналоговые кластеры. Здесь у нас, как всегда, наши обороты, и справа, соответственно, скорость. Легко перенастраивается вся эта система у нас с вами в метрику, никаких проблем нет. То есть здесь вы можете переставить в центральной части себе километры и цельсии, тоже никаких проблем нет. Все это через настройки делается легким, так скажем, движением руки. Что здесь у нас еще? У нас здесь есть с вами, вот, пожалуйста, давление, датчики давления в шинах. Я сейчас еще полистаю температуру охлаждающей жидкости, трансмиссии, температура масла, ну и зарядка аккумулятора. Далее мы с вами видим, вот, как раз-таки переходим к тому, а какой же расход? Вот 16500 километров на сегодняшний день машина. Средний общий расход за весь период 25,5 миль на галлон. То есть это 9 литров с небольшим хвостиком на 100 километров. Напоминаю, это полноприводный автомобиль. 9 литров полноприводный с двигателем 2,4 и 180 лошадиными силами. То есть это говорит о том, что, в принципе, такая пара с 9-ступенчатой коробкой дает очень-очень адекватный расход. Мне кажется, американский расход считать крайне просто. То есть любая Хонда едет на одном галлоне, один галлон у нас 3,8 литра, стоит он в районе 3 долларов. Соответственно, я про Флориду сейчас говорю. Вот считайте, те, кто в США живет, им будет очень просто определить. Хонда едет за 3 доллара 22, 22, 22 мили. Вот этот малыш едет, соответственно, ну как малыш, такой, как бы вот этот вот маленький джипик едет, собственно говоря, 25,5 миль на одном галлоне, то есть на этих самых 3 долларах. Ну, в принципе, очень-очень неплохие показатели. Вот с момента заправки сейчас даже он мне показывает 26,6, учитывая то, что я спокойный водитель и езжу, в общем-то, спокойно. 26,6, то есть даже менее 9 литров на 100 километров. Собственно говоря, здесь можно кучу всевозможных настроек сделать и тут настроить все, что угодно. Вот для того, какое размещение здесь, например, температуры и так далее. Вот, пожалуйста, пресс-окей, фосетап-скрин. Ну и тут вы можете изменить себе возможность, короче говоря, как там, что вы хотите по экрану распределить, ну, не критично. Ну вот так вот, видите, то есть можно сюда ввести навигацию, да, здесь есть навигация, можно там еще всякую фигню. В общем, целая куча всевозможных опций, поэтому тут только вопрос того, что... Так, он, все он. Так, значит, в целом, в общем, все тут вполне себе. Вполне себе много настроек с ними, можно разобраться, не буду в это погружаться. Здесь у нас интересно сделан вот этот вот, почему-то всеми производителям любимый залапывающий периодический пластик, но, в принципе, смотрится он вполне достойно. Странно, что он у премиальных моделей такой же, но в этой модели, мне кажется, очень более чем достойно. Система медиа U-Connect одна из самых на сегодняшний день удобных. Она настолько четко и настолько интуитивно легко ей пользоваться, что просто диву даешься. Это Браво Jeep, потому что в том же самом Lexus иногда просто лопается мозг, начинаешь ходить по этим всем дебрям и, ну, реально, ну, надо привыкать. Понятно, ко всему надо привыкать. Здесь любой человек интуитивно, легко, в общем, сядет и все настроит. Посмотрите, подогрев руля, подогрев сидений отдельно, водительская отдельная. Это ты плюс, естественно, все с интенсивностью сделано. То есть, ну, это тоже, опять-таки, напоминаю о том, что этот автомобиль, ну, в общем-то, достаточно, достаточно такой, ну, иметь очень низкую цену, вот так скажем. Так, что у нас в UConnect еще? У нас здесь Wi-Fi роутер, у нас есть очень интересный travel link. Здесь мы можем с вами посмотреть, например, сколько до ближайшей заправки и какая цена. Вот она сегодня есть, видите, от 2.93 до 3.30 ближайшая. И вот сказано, что здесь 2 мили, 1.4 мили и дата. Какие цены? Что тут еще? Погода. Вот сейчас у нас 60, солнечно. Ну, опять-таки, все эти перенастройки. То есть, куча-куча всевозможных таких там, ну, приятностей. Не стоит с ними заморачиваться. При этом есть навигация. Можно посмотреть на карту. Она транслирует вот при подключении, как видите, здесь и пробки, да, трафик и все так далее. То есть, показывает, в общем, все, что вам необходимо. Причем, как можно вот так вот делать. И, соответственно, вот, пожалуйста, видите, пробки отражены. Что куда? Вообще, у Jeep одна из самых лучших, один из самых лучших интерфейсов. Мне очень нравится, очень удобно. Вообще, ну, просто я считаю, что это практически 5 из 5. Не каждая BMW отличается таким удобством именно по пользованию, по самому. Ну, качество картинки здесь своеобразное. Хотя, в принципе, вполне себе неплохое все. Посмотрите, какая, какая, как бы, какой контраст. То есть, в общем-то, все тоже понятно. Здесь мы опускаемся и видим у нас отключение парктроников. Можно выключить экран при необходимости. Очень удобное и очень такая, ну, привычное управление климат-контролем. Вот это вот фрагмент управления климат-контролем. И ниже мы с вами передвигаемся к тому, что здесь, да, не удивляйтесь, здесь есть блокировка и автомат, как автоматический режим привода, так и, соответственно, снег, песок и грязь. Вот. Ну, в общем-то, все так вполне себе. Ну, не забываем о том, что мы с вами говорим про очень-очень доступный автомобиль. Здесь у нас с вами что? Здесь у нас с вами идет авторучник, отключение трекинг-контроля и отключение старт-стоп функции. Два подстаканника, на этом все. Тут у нас маленький-маленький такой подлокотник, там сторож маленький. Здесь у нас с вами бардачок. И, собственно говоря, все на этом. Но, ребята, стоимость такого автомобиля в районе 23-25 тысяч долларов можно взять вот в такой же примерно комплектации. Ну, кстати, кому понадобится и кому надо будет купить здесь автомобиль, имейте в виду, я всегда говорю, что я машины покупаю. Да, я их сдаю, но я их также продаю, поэтому вы можете взять на тест-драйв себе на аренду. Если машина понравится, вы можете себе ее потом приобрести у нашей же компании без проблем. Поэтому никаких вопросов в этом нету. Что, ребята, вот такой вам сегодня обзор. В общем, у меня, честно говоря, очень положительные эмоции об этом автомобиле. О его прекраснейшем техническом и прекраснейшем внешнем и внутреннем состоянии. Я, машина, очень довольна. Кстати, подогрев зеркал, есть датчики мертвых зон. То есть это все тоже есть. И, учитывая то, что у нее очень адекватный расход, полный привод, в любом штате вы будете чувствовать себя уверенно и на дороге, и на небольшом бездорожье. С компанией четырех человек или даже пяти, если так, в притирочку. И с каким-то достаточно внушительным багажом. Мне машина крайне понравилась. И я понимаю, что как вариант для людей, просто вы все меня периодически понукаете, что я вам только элитку показываю. Вот вам, пожалуйста, очень доступный, очень понятный автомобиль. Автомобиль в районе 25 тысяч долларов. Да, новый он стоит в районе 30, там с чем-то 35 тысяч долларов. Но если взять такой с пробегом, особенно там 19-20 год, мне кажется, что вы получите, если подберете. Если вы не можете сами подобрать, пожалуйста, обращайтесь, мы вам подберем, найдем такой автомобиль. Но я думаю, что этот автомобиль будет долго верой и правдой служить. И, в принципе, если вам понадобится такой автомобиль в Грузии, в Казахстане, где-то еще, звоните, пишите. Можем продать этот или купить такой же для вас. Все, пока-пока, спасибо, что были на канале. Вот такой вам сегодня обзорчик. Ну и я запишу отдельно ролик. Те автомобили, которые у нас будут доступны, обращайтесь, кто приезжает сюда на отдых. Или первый автомобиль нужен в аренду, попроще, подешевле, обращайтесь. Будем вам подбирать вот такие вот классные автомобили для аренды. Для того, чтобы вы могли познавать, делать первые шаги в США. Не на каких-то адских повозках, а на нормальных автомобилях. Чувствовать себя комфортно и безопасно. Пока-пока, спасибо, что были на канале. Народ, рубрика по скриптам. Приехал сейчас в джип, хочу купить там бариотчика на ключе джип. И мне надо на передний номер, там стоит под номерник, так как машина из Цинциннатии, соответственно, у них был впереди номер, а в Флориде их нет. Но не суть. Приехал сейчас джип и по скриптам решил записать рубрику. Здесь стоят новые. Но это уже совсем новый, у них уже двухлитровый двигатель турбо, у них уже там другая медиа стоит, более современная и так далее. Давайте посмотрим, а сколько стоит новый компас. То есть удалось ли мне существенно сэкономить или нет. А то некоторые пишут, что можно было за такие же деньги и новую машину брать. Но иногда так, кстати, и бывает, это правда. Давайте глянем. Все, рубрика по скриптам для тех, кто дотерпел до конца про джип-компас. Так, это у нас Чирок стоит, 17-й год, а вот новый. Но это, справедливости ради, надо сказать, что это Latitude стоит. Это чуть-чуточку пониже версия, то есть по комплектации. Но в целом, в принципе, это не самая низкая комплектация. Хорошие диски стоят вполне себе. Вот видите, как выглядит уже приборка у нового. То есть большая панель, уже цифровая стоит панелька Dashboard. То есть панелька приборов, да. Внешность у него стала такая, ну не знаю, более, наверное, да, какая-то вообще. А вообще это компас-то хоть? Да, компас, компас, все хорошо. А то я, знаете, немного внешне. Не, ну вот, пожалуйста, как выглядит этот. И вот как выглядит. Ну все, на любителя. В принципе, общие черты сохранены. Фары стали несколько меньше. Туманки переехали, как вы видите, чуть повыше. Ну и давайте посмотрим. Здесь есть у нас прайс. 4х4, люкс и 40 тысяч 800 долларов, ребята. Стоит текущая версия. 33 в базе, все остальное. И вот видите, уже турбо. То есть турбированный двухлитровый двигатель. Я не знаю, я не буду спорить. И восьмиступенчатый автомат. Вот она здесь стоит. Я не буду спорить, что лучше. При этом 27 заявлено. То есть все то же самое. Показатели те же самые. Двигатель стал двухлитровый. Но части растаможки, конечно, это очень-очень неплохо, да. 2.4 будет чуть-чуточку, чуть-чуточку побольше. Ну и давайте там еще стоят, по-моему, пара вариантов. Если вдруг будет еще какая-то более, может быть, интересная версия. Здесь вот, по-моему, два я заметил. Да. Нет, это более простая версия. Более простая. Ну здесь, кстати, интересный цвет. И посмотрите, в этой версии фары практически такие же. То есть оптика практически такая. Чуть она меньше. И тоже туманка несоводиодная, обыкновенная. Ну, если у нас здесь стикер. Где у нас тут Windows стикер? Я здесь не вижу. Здесь, возможно, что-то и есть. Да, есть. Так, ну и здесь у нас 34 тысячи. Ну, пожалуйста, нет, это Latitude попроще. Комплектация тот люкс, а этот попроще. Полный привод, тоже 2 литра, 8-ступенчатый автомат. Ну и, в общем-то, все то же самое. Из плюсов я нахожу... То есть это... А, ну нет, ребята. В общем, в этой версии у нас даже, видите, не цифровая. Все такая же приборка. Тоже аналоговая. И здесь у нас комбинированный салон ставский из ткани. То есть, ну, вот получается очень средняя версия. 34 тысячи. То есть плюс налоги и того сороковничек. Она, наверное, где-то выйдет. Нет, естественно, ни панорамы, ничего. Простая оптика. Ну, в целом, я считаю, что покупка за 25 тысяч вот такой машины с пробегом 16 тысяч, еще гарантийно и так далее, мне кажется, очень даже неплохой вариант я для себя нахожу. Что скажете, пишите свои комментарии. Мне кажется, что очень даже. Так что вот вам на собственном примере. Я всегда говорю, некоторые пишут, что, а что ты сам не купишь? Вот если там, да, вот я сам покупаю, когда я вижу классные машины, я сам их покупаю. Ладно, пойдемте посмотрим мне запчасти. Да, кстати. Еще немаловажный момент, который тоже, я думаю, будущих собственников, будущих владельцев заинтересует. Это обслуживание. Значит, я узнавал, специально посмотрел. Мапаровские колодки, самые дорогие, которые есть. На него стоит комплект передних колодок полностью 62, что ли, доллара. И за 52 доллара можно взять другие, как бы, и какой-то Golden, ну, тоже, в принципе, с очень высокими рейтингами, хорошими отзывами, стоит 35 долларов. Это к вопросу об обслуживании. 10 долларов стоит Мапаровский фильтр масляный. То есть, текущее обслуживание, скорее всего, я думаю, выйдет не больше, чем замена масла фильтров в районе, наверное, 90 долларов здесь в США у официального дилера с фирменными запчастями. Поэтому это я имею в виду просто замена масла фильтров и так далее. То есть, где-то вот такой вот порядок. Но я еще буду обслуживать, я обязательно буду выкладывать. Вы знаете, я делюсь эксплуатационными расходами всего своего автопарка. Так, ребята, ну, мне, в общем, удалось найти еще самую дорогую версию, по крайней мере, та, которая сегодня представлена. Это Trailhawk. Это самая дорогая версия. Ну, считается, типа, внедорожная. Смотрите, кожа все та же, все здесь то же самое. Немного изменились ручки дверей. Правда, единственное, что они стали более хлипкими, что ли, такие. То есть, на мой взгляд, все остальное осталось все по-прежнему. Но самые главные изменения произошли вот здесь. И вот как раз-таки в этой версии мы можем с вами увидеть уже, видите, цифровую приборную панель. Все та же очень классная кожа, прошитая вот этой вот такой грубой классной строчкой. Джип-логотип теперь выглядит вот так вот, как на моем Grand Cherokee. Здесь почему-то появилась вставка из крайне дешевого пластика. Не знаю, почему ее там не было. Здесь все мягко. Зеркальный пластик, все присутствует, только стал больше. И вот эта вот панелька а-ля Volkswagen. Мне кажется, все ее теперь используют поголовное. По-моему, в одном где-то месте берут. Ну, в целом, короче, он реально стал интересней по медиасистеме и по панели приборов. Во всем остальном все те же самые сидения. Все та же эргономика. Кстати, сидения такие достаточно жесткие на самом деле. И там тоже, и здесь они. Ну, они одинаково жесткие. Здесь в целом, ну, сказать, что радикально все изменилось. Нет, не... Тоннель стал побольше и стал, мне кажется, более, не знаю, удобный, что ли. Появилось, видите, вот здесь вот такая вот понижаечка. 4WD, видимо, ну, типа как. Ну, и вот сюда переползла блокировка. Вообще, он стал просто визуально поинтересней смотреться. Но цена, ребят. Вот смотрите, кстати. Это для тех, кто говорит, что да, вот, посмотри, оно столько же примерно стоит. 4WD стоит 290, самая заряженная версия. Естественно, это не делает ему, как бы, рекламы хорошей. Потому что за эти деньги можно взять вполне себе уже хороший какой-нибудь Volkswagen Atlas. То есть это уже будет такой достаточно большой с UV7 местный. Но при этом, как мы видим, тут вот что, когда люди говорят, что на сайте стоит машина столько же. То есть если сейчас покупать в версии, ну, даже пускай несколько дешевле, посмотрите, почти 2 цены за 4 года. И учитывая то, что функционал и дизайн примерно одинаковый, ну, 2-литровый только стал двигатель. Ну, а так, как вы видите, цена, конечно, капец. В общем, большой выпуск сегодня про стоит, не стоит. Да, сегодня все вернулось на круги своя. Сегодня все-таки вторичка рулит. На вторичке можно купить более адекватные автомобили. Особенно, если они не сильно претерпели изменений. Что, в общем-то говоря, как раз-таки касается, например, версии вот такого вот компасика. Ну что, ребята, вот такие вам до информации сегодня подробности. Пока-пока. Теперь уже рубрику по скриптам заканчиваю. Спасибо, что были на канале. Блин, есть рубрика по скриптам, но есть по СССР, знаете, когда 2 ПССР уже. Бесключевой доступ, я забыл о нем упомянуть. И заводка с ключа. То есть, ну, вообще говорят, что более 100 метров берет легко дистанционный запуск. Это очень классно, потому что приложение иногда может не сработать, может не быть интернета, у вас может не быть доступа к нему. А вот ключ у вас всегда под рукой, и вы в этой связи можете легко не только открыть багажник, но и нажав два раза запустить автомобиль, и он у вас прогреется, либо охладится, в зависимости от ситуации. Все, я забыл добавить этот момент. И, соответственно, вот теперь, наверное, пожалуй, и все об этом автомобиле. Продолжение следует...